Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам про наш онлайн-словарь. Это базовый вид словаря. Здесь у нас предоставлен главное самого сайта, сам онлайн-словарь, словарь от А до Я, о которых я расскажу чуть-чуть попозже, глоссарий и кнопка «Добавить слово», в которую вы можете добавлять свои собственные слова. Также здесь есть кнопочки для скачивания словаря на мобильное устройство компании Apple и на мобильное устройство с операционной системой Android. Как же пользоваться нашим словарем? Здесь вы вбиваете любое слово. К примеру, «бала». С левой стороны все однокоренные слова, которые начинают со слова «бала». Вы можете нажимать на них, будет появляться новое слово. Давайте рассмотрим на примере слова «бала», что же у нас есть. У нас есть картинки. Любой пользователь, который зарегистрирован в системе, может добавлять картинки. Такую, либо такую, которую он считает нужным. Это очень хорошо для запоминания слов, потому что идет прямая ассоциация в виде визуального изображения. Здесь само слово и откуда оно взято. То есть, из «Юдахина», «Кыргызско-русский словарь». Также есть специальные категории. Каждый может добавлять категорию. Здесь есть заданные уже нами категории, из которых потом формируется... ТОП-100 существительных. Добавили. И у нас появилась новая категория. ТОП-100 существительных. Вы можете ее и удалить. Из этих категорий формируется раздел «Глоссария», которым я расскажу немножко попозже. В словарной статье необходимые слова и различные дополнения подчеркиваются при наведении сокращения. Вы можете нажать на слово и в новой вкладке будет открыто, в общем-то, это слово. Также, если есть несколько слов из разных словарей по слову «Бала», они будут показаны ниже. Также вы можете обсуждать. То есть, каждое слово может быть обсуждено лингвистами или просто людьми. Можно задавать вопросы, отправлять ссылку на обсуждение своим друзьям, преподавателям и прочее. То есть, можно как-то корректировать или влиять на работу словаря через обсуждение. Картинка добавляется следующим образом. К примеру, «Бала» — это «Мальчик». Мы используем поисковый движок «Гугла», то есть «Мальчик». Ищем. И у нас выпадают различные картинки к слову «Мальчик». Ну, не всегда они, наверное, подходят. Ну, к примеру, вот эту. Нажимаем. Происходит обработка и с картинкой появляется... А, картинка добавлена. Вот, картинка добавлена. Теперь мы можем кликнуть и посмотреть на неё. Также вы можете удалить свои картинки, те, которые добавили вы. Давайте пойдём дальше. Словари от «А» до «Я». Здесь мы разбили все словари, которые у нас есть, по тематикам, в виде... Обычно, как разбивают обычные бумажные словари. К примеру, можем зайти «Юдахин кыргыскорусский словарь». И здесь, ну, это случайные слова. Дальше вы идёте либо по буквам, либо уже по первым сочетаниям. К примеру, давайте найдём «Бала», «Мальчик». Словосочетание «Ба». Ну, видите, очень много слов. Всё разбито на страницы. И можно уже посмотреть, к примеру. «Бабырат». «Понудительная» от «Бабыра». Ну, и здесь, опять же, мы можем добавить картинки и теги к словам. Кстати, не стесняйтесь, используйте эти возможности. Добавляйте свои слова, свои картинки, категории к ним. Это поможет расширять наш словарь и делать его более полным. Ну, и раздел «Глоссарий». Глоссарий формируется из категорий, которые добавляются к словам. То есть, это вот все корневые... Это все категории. К примеру, давайте зайдём в категорию «Человек». Здесь у нас, соответственно, подкатегории «Человеческое тело». Ну, и здесь, соответственно, слова и картинки к словам. То есть, добавляя категории и картинки, вы расширяете не только сам словарь, но ещё и раздел «Глоссарий». Как происходит добавление слова? Ну, процесс на самом деле очень простой. Вы пишете слово. Выбираете направление, то есть, это либо русское, то есть, слово на русском языке, перевод на кыргызском, либо слово на кыргызском языке и перевод на русском. И добавляете слово в словарь. Ну, это всё, что я хотел рассказать. Пользуйтесь словарём, рассказывайте о нём друзьям, знакомым и так далее. Добавляйте всё, что можно. Спасибо за внимание.